Здравствуйте! Вы смотрите проект Руссатуриста. И сегодня мы вновь будем говорить об образовании за рубежом. Именно поэтому я с удовольствием хочу представить вам своего сегодняшнего гостя. Это заместитель директора образовательного агентства Инкорт Максим Доброгост. Здравствуйте, Максим! Здравствуйте, Рустам! Ну, во-первых, я хочу поблагодарить вас и ваше агентство за наше сотрудничество, за начало нашего сотрудничества. Но я знаю, что Инкорту исполнилось 10 лет, это большая и круглая дата. Скажите, а чем вы и сотрудники образовательного агентства Инкорт гордитесь в своей работе за эти годы? В первую очередь мы действительно гордимся тем, что нам 10 лет. В сентябре 2012 года у нас был юбилей. В этом году будет уже 11 лет. Мы гордимся тем, что мы находимся в Уфе. И тем, кто живет в городах Республики Башкортостан, это особенно удобно. Наш головной офис здесь, в Уфе. Мы занимаемся только образованием за рубежом. Это наше главное и единственное направление. Это позволяет нам сосредоточить все усилия именно на консультациях, по образованию, на организации, поездок с целью учебы. Цены на наши услуги ниже, чем средние цены на такие уже услуги компании в Москве и Санкт-Петербурге. Качество находится на высоком уровне. Это подтверждается членством агентства «Инкорт» Ассоциации российских консультантов по образованию. Кстати, тут нужно сказать, что «Инкорт» — это единственная организация в Уфе, которая является членом этого профессионального объединения агентств, которые оказывают консультации по обучению за рубежом. Мы сотрудничаем с ICF, с «Инглюшевикей». Это тоже показатель качества. Мы работаем напрямую, без посредников, с учебными заведениями в разных странах. У нас прямые договоры со школами, колледжами, с университетами. У нас есть поддержка для наших клиентов за границей. То есть любой человек, который с нашей помощью поехал учиться, он в любой момент может нам позвонить или написать письмо. И задать любой вопрос, попросить совет или попросить о помощи. Да, совершенно верно. А если это поездка детей во время каникул, то тут звонить можно не только в рабочее время, а на специальный номер 24 часа в сутки. Здорово, здорово. Но давайте перейдем от слов к делу и покажем два учебных заведения, потому что именно в них мы с вами оказались, да? Конечно. Итак, внимание на экран. Мы отправляемся в Британию. Добро пожаловать в Брайтон. В городе недалеко от Лондона находится колледж, в который мы и приехали. Новое, красивое, в стиле хай-тек здание сразу бросается в глаза. Широкий выбор программ дает студентам шанс поступить в ведущие университеты Великобритании. Сегодня мы встретимся со студентами, увидим, в каких условиях они живут и учатся. Ни для кого не секрет, что вдали от дома молодым людям особенно необходима поддержка и даже забота. Как раз для таких целей и создан здесь целый отдел. С него мы и начнем наше знакомство. Ну, а я хочу познакомить вас с еще одной российской студенткой. Ее зовут Мария. Привет, Мария. Мария полтора года учится здесь в колледже. Блестяще знает английский язык. И очень часто бывает вот в этом отделе. Это так называемый студент сервис, да? Сюда студенты в колледж обращаются к каким-то вопросам. Да, вот сейчас я как раз пришла забрать почту. Жека. Я обращаюсь. Я обращаюсь. Что и кто тебе пишет чаще всего? Ну, конечно, такие самые популярные письма. Это там, из банка или с какими-нибудь билетами. Или какие-нибудь такие истории. Иногда спам приходит, конечно же. Спасибо большое. Собственно, вот как раз письмо из банка пришло. Вообще сюда можно прийти и спросить по поводу, например, общежития, если есть какие-то проблемы. Или по поводу учебы. Или, может быть, есть какие-то личные проблемы с учителями или одноклассниками, или кем-то еще. И тут тоже можно спросить в отдельной дверке. Также здесь сидит медсестра. Также здесь есть так называемые консультанты на своих языках. То есть, если есть какая-то проблема там... У иностранных студентов, то они могут обратиться сюда. Да, на своем языке. Представим, да, что мы тоже студенты, но ты уже здесь учишься давно, прекрасно говоришь. Джек, у меня есть вопрос для тебя. Да, конечно. Какие чаще всего вопросы задают вам и сотрудникам отдела наши соотечественники, студенты из России? Чаще всего студенты из России задают вопросы, связанные с банком и оплатой учебы. Безусловно, мы помогаем адаптироваться студентам, особенно на первых порах. Ну и, конечно, чисто бытовые вопросы. Это питание, общежитие, ну а главное – контакты с преподавателями и хорошие оценки. Ну и если студенты хотят встретить своих родителей в аэропорту Лондона или в ближайшем аэропорту, то, конечно же, тоже можно обратиться сюда. Да, здесь можно заказать билеты, и здесь тоже прекрасно совершенно с этим помогут. Очень удобно. Да, чтобы родители приезжали и не волновались. Но я знаю, что твои родители будут наверняка волноваться, если узнают, что ты так долго засидела здесь во время учебного дня, поэтому я тебя отпускаю. Хорошо, увидимся обязательно. Спасибо, мне тоже. Счастливо. Наша программа продолжается. Максим, а почему для сегодняшнего выпуска нашей программы был выбран именно этот колледж? Агентство «Инкорд» работает больше 10 лет, и за это время мы накопили большой опыт по подбору учебных заведений для наших клиентов. Поэтому выбор Беллербис колледжа был не случайен. Этот колледж обладает рядом преимуществ в сравнении с многими другими учебными заведениями в Англии. Во-первых, это прежде всего результаты по окончании обучения. Впускники Беллербис колледжа учатся в Оксфорде и в Кембридже. Во-вторых, это превосходные ресурсы для учебы. То есть здесь в каждом учебном классе интерактивная доска. Студенты живут в одноместных комнатах. В каждой комнате душ и туалет. И в-третьих, Беллербис колледж расположен в четырех городах – в Лондоне, в Оксфорде и в Брайтоне. И каждая из этих городов находится менее, чем в части езды от Лондона. То есть как студентам, так и их родителям, если они захотят посетить своих детей, им удобно будет сюда добираться. Место расположения хорошее. Здорово. Но, скажу честно, наша сегодняшняя поездка сюда, в Англию, в этот колледж, является собой некоторую инспекцию. Потому что Максим хочет встретиться с теми студентами, которые оказались здесь, в колледже, благодаря компании «Инкорд». Правильно? Да. Ну, а я хочу тоже побеседовать с ними и выяснить, настолько ли комфортно им живется и учится здесь, насколько они говорят. Хорошо? Ну, и после вот нашего общения со студентами параллельного, мы встретимся с Максимом вновь и подведем некоторые итоги того, насколько хорошо, комфортно и действительно достойно они получают здесь образование и проводят свое время. Расскажи, пожалуйста, как вас здесь кормят? Потому что многие родители особенно переживают, будет ли их сын или дочь ходить голодными, или они будут есть то, что привыкли есть дома. И какого качества эта еда? Кормят здесь очень вкусно. Каждый раз предлагают несколько выборов еды. Бывает и курица, и картошка. Ну, вот мы видим, да, что это рис с мясом, паста, картофель. Да. Каждую неделю устраивают интернациональные ужины, где представляется еда разных народов. Например, индийская кухня, китайская или даже английская. А башкирская кухня уже была представлена студентам колледжа? Нет, башкирской пока еще не было, но я думаю, возможно, скоро будет. Я думаю, что после нашей программы больше студентов из Уфы поедут сюда учиться. И вот такие вечера... Знаете, какая красота? Это для тех, кто привык к сэндвичу, да, к курицу. Так вот, возможно, такие вечера и будут проводиться здесь. Но вообще, что с досугом? Как вы проводите время? Я знаю, что ты занимаешься танцами. Да. Я занималась несколько лет танцами, и я решила по совету друзей пойти в фитнес-клуб и купила там абонемент. И в свободное от учебы время я хожу, занимаюсь спортом. Там также есть йога-класс и пилатес и другие различия. В общем, ты живешь такой жизнью, которой привыкла еще в Уфе, да, дома. Это спорт, это развлечение, это друзья и ничего такого, что может заставить тебя загрустить долгими, возможно, дождливыми английскими вечерами. Нет, конечно, здесь все очень приветливые, и если мне нужна какая-то помощь, всегда все рады помочь. Мне нужна помощь от тебя. Пообещай, пожалуйста, что ты сможешь ее мне оказать сегодня. Хорошо, да, конечно. Мне просто очень любопытно, раз уж мы начали говорить с тобой про еду, про комфорт, в каких условиях ты живешь. Это особенно важно для тех родителей, которые отправляют сюда своих дочерей, да. Представляешь, волнение это вдвойне больше, чем за мальчиков. Поэтому ты можешь показать, в каких условиях, где ты спишь, где ты готовишься к занятиям, да, и где вообще находится это общежитие, резиденция, как принято говорить здесь. Да, хорошо, конечно. Договорились? Да. Ну все, тогда мы идем к вам. Ох, как у тебя замечательно. Настоящая такая девичья комната, да. Я думаю, что даже Кэрри Брэдшоу такому количеству обуви просто позавидовала бы. Ну как тебе здесь, нравится? Мне здесь очень нравится. Здесь очень комфортно, потому что удобно, что сразу комната находится в одном здании с учебой. То есть я не трачу время, чтобы доехать до сюда, и я просто спускаюсь вниз и сразу иду на уроки. Ну здесь у меня учебники, здесь кровать, очень уютно. Самое главное, я думаю, что это атрибут любой девичьей, спальня, да, вот этот замечательный медведь. Ну на самом деле, я просто хочу об этом сказать родителям и студентам, что существует три варианта проживания студентов здесь. Да, это вот общежитие, резиденция студенческая, раз. Это вариант с проживанием в семье, два. Пожалуйста, ваш ребенок может жить в семье и общаться на английском языке. И третье, это уже самостоятельное снятие жилья, да, квартиру, какую-то студию можно тоже снять. Поэтому выбирайте. Ну, я желаю тебе, чтобы тебе было уютно здесь учиться, жить, дружить, общаться. Я знаю, что у тебя много друзей. И я думаю, что вот те планы, которые ты для себя поставила, цели обязательно сбудутся. Спасибо вам большое. Ну и несколько слов нашим зрителям, которые, возможно, по твоим стопам уже захотят отправиться на учебу в Англию. Я считаю, что это не зря потраченное время, когда студенты приезжают за границу, потому что они таким образом строят свое будущее. И здесь очень весело, и не нужно бояться, нужно двигаться вперед и развиваться. И берите пример с меня. Итак, мы побывали в Брайтоне, а дальше нас ждет переезд в Оксфорд. Здравствуйте, добро пожаловать в Оксфорд. Я рада, что вы добрались до нас, и вас так давно ждали. Сегодня я покажу вам наш колледж. Я лично стану вашим гидом, так что будьте уверены, мы увидим все. Нашему колледжу 10 лет. За эти годы мы наработали огромный опыт, и очень этим гордимся. Несмотря на то, что само здание, как вы видели, небольшое, здесь есть все необходимое для достойной и качественной учебы. У нас очень сплоченная команда преподавателей и студентов. Среди них есть и ваши земляки, кстати. Мы даем студентам стартовую площадку для поступления в лучшие британские вузы. Если вы готовы, то мы можем начать. Вот стена нашей гордости. Вы видите фотографии лучших выпускников. Этими ребятами гордятся не только преподаватели, ими гордятся остальные студенты. В разные годы они учились в нашем колледже, а сейчас многие уже окончили самые престижные университеты Лондона и Великобритании. Хочу показать один из наших классов. Вообще, все классные комнаты выглядят именно так. Светло, просторно и удобно. Удобно учиться и добиваться прекрасных результатов. В каждом классе есть вот такая интерактивная доска. Но это не все новинки, которые мы используем в процессе обучения. Скоро вы узнаете, о чем я говорю. А это исследовательский центр. Так мы называем то место, где студенты могут почитать, поработать за компьютером и просто отдохнуть. Здесь много разных журналов. О спорте, о технике, о бизнесе, науке. Журналы все самые свежие, которые привозят сюда даже из-за границы. Все это, безусловно, развивает кругозор и позволяет узнать много нового. Студенты могут найти здесь и фильмы на английском языке. Много книг о науке и технике. Я обращаю внимание на то, что вот прямо напротив нас, на главной полке, книга про принца Уильямса. Видите, народу совершенно нет. Почему? Потому что идет урок. Здесь в Англии дисциплина во всех учебных заведениях на первом месте. Как только уроки закончатся, так здесь будет просто не протолкнуться. Но пока у нас есть возможность, давайте продолжим нашу экскурсию. Джулия, come on. Это учительская, как вы сами понимаете, большая перемена. Это радость не только для учеников, когда они могут отдохнуть, повторить уроки, но это и радость для учителей. Сюда проходит только вот по специальной карточке. Такой у Джулии, как видите, она есть. Поэтому hello. Как долго длится перемена? Перемена длится 15 минут. Этого вполне достаточно, чтобы немного отдохнуть. Я считаю, что прекрасные условия, созданные для отдыха, позволяют преподавателям еще лучше делать свое дело. А значит, студенты от этого только выигрывают. Я думаю, что от такой учительской могут только мечтать наши российские учителя. Посмотрите, в том конце вот этой огромной просторной комнаты своя собственная кухня, где можно попить кофе, приготовить тебе какую-то еду. Естественно, у каждого свой персональный компьютер. Проверяют работы, контрольные. И все ради того, чтобы ученики и выпускники этого колледжа имели хорошие результаты и, естественно, реальный шанс поступить в высшее учебное заведение. Ради чего они приезжают в Британию. Но не будем отвлекать учителей. Пойдемте. Нам есть еще что показать и что рассказать зрителям проекта «Русса Туриста». Добрый день, Боб. Мой номер, Рустем. Привет, Виктория. Здравствуйте. Это студентка из России. Сейчас мы буквально на одну минуту вас отличим. Сейчас здесь происходит общение куратора, которым является Боб, да, который отвечает за оценки, за успеваемость, да, помогает подтянуть какие-то предметы и высказывает в данном случае Виктории замечания некоторых преподавателей и их пожелания, правильно? Насколько это важно для тебя и насколько это важно для студентов? Мне просто интересно. Да, вообще это очень важно, потому что если мы знаем, что наши преподаватели думают о нашей успеваемости, о наших успехов, от этого зависит, собственно, результаты наших экзаменов и то, в какой университет мы поступим. Мы приехали сюда подготовиться к поступлению в университет, и это должен быть лучший университет, соответственно, это одно из самых важных. Ты уже решила, куда ты будешь поступать? Да, я уже получила 4 из 5 моих офферов, и я надеюсь, что я попаду туда, куда хочу. Это будет Сити университет, инвестмент и финансовый риск менеджмент. Я искренне желаю тебе успехов. Спасибо. Боб, вы с ней построже, пожалуйста, хорошо? Все, пока, удачи. Ну что ж, мы вас оставляем и продолжаем нашу прогулку по колледжу. В этом учебном заведении действительно много нового и интересного. Здесь даже контрольные работы проходят не как в наших учебных заведениях. На один из таких уроков нам удалось попасть. Посмотрите, с каким волнением ребята взирают на доску и ждут следующий вопрос. Но не все так просто. Вы даже представить себе не можете, как приятно преподавать в Оксурде. Здесь только нового и интересного. Давайте я подробнее расскажу про то, как проходит наше сегодняшнее занятие. Каждый студент в начале урока получает вот такой пульт, с помощью которого мы проверяем уровень полученных знаний. Процесс довольно прост. На доске появляются вопросы и несколько вариантов ответов. Ребята выбирают тот, который считают правильным, а я уже вижу, кто оказался более быстрым и умным. Ну что ж, замечательно, на мой взгляд, все прошло. Ярко, поучительно, в общем, здорово. Я думаю, что ваш колледж, как вы и сказали в самом начале, соответствует всем тем требованиям о новаторстве, о мастерстве преподавателей и о дружной компании студентов. Поэтому желаю вам удачи. Ну, мы надеемся, что мы желаем приглашать всех людей к колледжу Беллобейского колледжа. И представитель этого колледжа будет доступен в фэр очень-очень. Да, спасибо. Спасибо. Это было очень приятно, что вы здесь увидите. Спасибо. Ну что ж, а мы через мгновение встретимся в студии проекта «Руссо-туриста». Ну вот такой оказалась наша поездка. За два дня два совершенно разных города. Но то, что мы увидели собственными глазами, мы могли показать и вам. Максим, а вам что в этой поездке запомнилось больше всего? В этой поездке мне больше всего запомнились впечатления наших клиентов, которыми они со мной поделились. Да, эти студенты, да, которые с удовольствием рассказывали о том, как проходит их обучение, как они живут и как они отдыхают. Я знаю, что буквально в самое ближайшее время образовательное агентство «Инкорд» здесь, в Уфе, планирует провести выставку. Расскажите об этом. Да, 1 и 2 марта в Уфе и 3 марта в Стрель-Тамаке агентство «Инкорд» проведет ежегодную выставку по образованию за рубежом. Мы проводим эту выставку каждый год с 2006 года. Туда приедут наши партнеры, представители зарубежных школ, колледжей, университетов, школы английского языка. И те люди, которые планируют учиться в университете или отправить ребенка учиться в частной школе, или хотят поехать учить английский язык во время отпуска или каникул, то они могут прийти и поговорить не только с нами, с сотрудниками Инкорта, но и непосредственно с англичанами, со швейцарцами. Вот это очень важно. Значит, в этой выставке, которая, я напоминаю, в Уфе пройдет уже очень скоро, 1 и 2 марта в Уфе, 3 марта в Стрель-Тамаке будут принимать участие помимо вас, ваших коллег, еще и представители учебных заведений Швейцарии, Британии. Да, также будут из Соединенных Штатов Америки, из Канады люди. То есть можно будет говорить либо на английском языке, либо на русском через переводчика, и некоторые представители владеют русским языком. Почему? Вот буквально у нас 20 секунд осталось. Почему вы считаете, необходимо прийти на эту выставку, особенно тем, кто хочет отправиться, получать образование за рубежом? Это будет что-то вроде выездного дня открытых дверей. Вы же не можете съездить во все страны и встретиться со всеми людьми, а здесь они приедут к нам в Уфу, и можно будет увидеть людей из разных стран в одном месте в Уфе. Пообщаться напрямую. Конечно. Ну что ж, я желаю вам удачи, еще раз с юбилеем, Инкорту 10 лет, и это замечательная дата. Вам успехов и побольше счастливых улыбок на лицах студентов и их родителей. Спасибо. Ну что ж, это все на сегодня. Насмотрите «Руссо-туриста» еженедельно на канале «Вся Уфа». До свидания. Образовательное агентство Инкорт проводит международную выставку «Образование за рубежом». Профессиональная консультация с представителями зарубежных школ, колледжей и университетов. 1 и 2 марта. Гостиница «Башкорбастан». Регистрация по телефону 257-53-59. Какую авиакомпанию выбирают лучшей авиакомпанией в Европе? 18 миллионов постоянных пассажиров уже второй год подряд. Вы говорите «Туркиш Эйлайнс». Спасибо. Спасибо. We are Turkish Эйлайнс. We are locally yours. Эйлайнс.